Мы отправляемся на встречу с командой. Ребята из Утры нарисовали небольшой подарок для нашей команды. Это баннер. Дорога перекрыта. Если мы сейчас очень сильно опоздаем из-за этого, то, соответственно, команду и к себе в ответ. Друзья, всем огромный привет. Это новый выпускник фанатов. Эсклюзивно, прямо сейчас, прямиком из Эмиратов. Перед вашими глазами. Что за история? Сразу скажу, мы снимаем один большой влог с этой поездки, где будут все матчи, которые мы посетим. Какие-то внутренние моменты, экскурсионная тема. А сейчас мы отправляемся на встречу с командой. Поговорим с командой, объясним нашу позицию, наше видение на все, что происходит сейчас вокруг. Все увидите. Все увидите, как будет. Спасибо клубу за то, что пошли на этот шаг. Без журналистов. Отдельная встреча болельщиков и команды. Для нас самое главное, чтобы команда оставалась командой, и было единство. Это мы попробуем сейчас донести до нашего Спартака. Вы поставьте лайк, напишите комментарий. Это будет легкий, эксклюзивный выпуск, как я уже сказал. Вся остальная история в наших социальных сетях. Ну что, начинаем. Нужно ехать. Большие пробки на дорогах, поэтому мы должны успеть. Пускай команда чувствует нашу поддержку. Погнали. Так, пока ждем такси. Ехать показывает 48 минут. Вообще без пробок ехать 20 минут примерно. Еще какая история. Ребята из Утры нарисовали небольшой подарок для нашей команды. Это баннер. В том году, когда мы ездили, кто помнит, тоже на сборы, мы также дарили команде напутствующий такой баннер. Исторический баннер с Николаем Дубровичем Старостяным. Здесь же слоган будет такой, который призывает команду побеждать и менять позицию в турнирной таблице. Он сейчас перед вашими глазами. Обязательно подарим. Это классная тема, потому что они нарисовали эту небольшую растяжку. За несколько часов до вылет мы созвонились и говорим, давайте что-то команде все-таки передадим. Будет небольшая закрытая встреча. Респект. Получилось четко, красиво, грамотно. Вообще все поделали. Не знаю, что они с ним сделают. Надеюсь, он будет у них там висеть и находиться. Едем, да? Все, помчали. Дорога перекрыта. Водила говорит, что здесь дождят. Вот на днях были проливные дожди. Два дня. И не готова страна к таким природным приколам. У клуба сейчас тренировка. Время 11 утра по местному времени. Сейчас назад они начали. Если мы сейчас очень сильно опоздаем из-за этого, то, соответственно, может быть такое, что команду едет к себе в отель после тренировки. Мы просто сейчас простою в пробке. Ну, что успели, слава богу, прямо на самый конец тренировки. Тренировка закончена. Сейчас, я так понимаю, они там между собой поговорят. В общем, тренировалось побольше сегодня, чтобы народ приехал. Должна была быть вечерняя встреча у нас. Ну, тренер попросил приехать вот сейчас на субботу. Главное, чтобы они оставались командой. Командой во время сезона. А остальное, как говорится, все это решаемо. Ну, во-первых, как в том году мы к вам приехали снова, да. У нас получается, что мы вас видим на матчах только на таких там историях, как турнир, либо какие-то товарищеские игры, да, которых, к сожалению, очень мало. Кто новенький в команде там, я думаю, вы уже донесли, всем все объяснили. Мы сумму-паланку во всем включаем. Мы вас не хватаем в каждой нашей встрече с вами, с детским штабом, с одноками, с пацанами, с административного штаба. Это как бальзам на душу. Мы ничего не можем применять в этой ситуации, поэтому нас нет на стадионе. Хотелось просто вам донести и сказать о том, что мы хотим одного видеть, чтобы у вас все было в единстве. Потому что один из девизов на болельщик, что он такая, это единство. Мы никого там не разделяем. Вы для нас одна большая семья. Вы понимаете, о чем я говорю. И не думайте о том, что мы там что-то там хотим. Нет. Каждый для нас важен. Каждый пацан. Вы команда. Как у нас на трибуне, так должно быть у вас как в коллективе. И это основное, что мы хотели вам сказать. Поэтому впереди у вас игра «Зенит». Самая важная. Одна из самых важных в чемпионате. В том году и в этом году мы вам приготовили небольшой подарок. Чисто для раздевалки, я не знаю. Это, знаете, парни, просто такая легкая история от наших пацанов. От актива, от Прады, от Ультры. Здесь написано следующее. Если победы добиться, дело поправится так, что первым в турнирной таблице снова пойдет «Спартак». Вот это основное, о чем нужно думать. Идти вперед. Вы профессионалы своего дела. Давай, подойдем. Как в том году Георгий. Сдевал и все. Поэтому я надеюсь, что, пацаны, наши позиции, пацаны, все понятно. Мы, блядь, за вас призумно переживаем. Хотим видеть «Спартак» на первых листах. Разные есть обстоятельства. Поэтому, что я вам буду объяснять. Спасибо вам, что вы встретились с нами. Для нас это очень важно, парни. Спасибо вам большое. Спасибо. Ставьте лайк, напишите в комментарии свое мнение. Это тоже очень важно. Читаем каждый комментарий. Вы должны об этом знать. Все передают вам привет. Безумно, как вам скучают. И говорят, просто, ребят, без вас это не футбол. Просто чемпионате России, они просто не творятся. Уснуть, когда тот всегда. Скамейки запасных без фанатов. Поэтому я надеюсь, что все-таки какая-то история с Фанаде будет все-таки решаться. Мы идем дальше. Ждается еще приезд десанта красно-белого сегодня. Этот выпуск ставим на стоп. Спасибо за просмотр. Подпишитесь на наш канал обязательно. Очень легкая история. Эксклюзивно для вас. Прямо с жарких эмиратов. Айда.